Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлая. Сегодня у меня на обзоре вот такой необычный, уникальный ножик из Советского Союза. Почему необычный, почему уникальный? Да все очень просто. Он самодельный, и вероятность того, что вы видели где-нибудь, когда-нибудь такой нож, стремится к нулю. В общем, давайте сегодня посмотрим вот на такой классный ножик. Так, немножко предыстории, как он ко мне попал. Все предельно просто. Я собираю, коллекционирую ножи, такие вот швейцарские, советские ножи, и все мои друзья прекрасно об этом знают. Соответственно, когда находят у себя что-то подобное, и им не жалко, то они обычно отдают мне этот нож из Тамбовской области, мне его подарил товарищ. Ну и вероятнее всего, вероятнее всего, хотя я не берусь утверждать, он такой, как это, криминальной зоновской работы. Потому что, ну, потому что сейчас сами поймете, это выкидуха, это нож-выкидушка. У него и такая попытка сделать многофункциональный нож, что это не просто нож, тут еще и открывал. Давайте смотреть, как он выглядит. Это сложное состояние, в сложном состоянии. Он, значит, размером у нас, сейчас скажу, 83 мм на 23 мм. Вот, легко сравнить его вот с таким швейцарцем. Примерно, примерно похоже на самом деле. И мне кажется, когда человек его делал, он ориентировался на что-то подобное, ну или на какой-нибудь советский многофункциональный нож. Как же он работает и почему я решил, что он зоновский? Потому что у него принцип работы, самой выкидухи, это вот такая плашка в бок отходит, вот так. Плоховато на самом деле работает. Там внутри стоит пружинка, мы себе попробуем разобрать, покажу. Плашка отходит и вот так, хоп, и он выкидывается. Соответственно, здесь есть лезвие. Это лезвие более-менее выкидывается, вот это второе вот так делает. Ну то есть здесь тоже был когда-то такой фиксирующий болтик, но он вывалился, и поэтому вот так вот. Вот так он выглядит в разложенном состоянии. Соответственно, здесь есть лезвие. Длина, скажу, ну 60. Да, опять же, опять же, это такая стандартная длина лезвия для ножей вот по типу Victorinox. Да, видно, что длина режущей кромки примерно одинаковая. Хотя, конечно, сравнивать сложно. Да, здесь такие спуски совершенно бешеные. У него достаточно мощное лезвие, широченное, 2 мм. Сравним, ну, уже начали сравнивать со швейцарцем, давайте продолжим это делать. У швейцарца в середине также 2 мм. Ну, то есть, похожая история. Вот, соответственно, это как бы у нас основное лезвие. Это открывалка. Ну, это открывалка для консервов, а это открывалка для бутылок. Опять же, откуда брали идею, как мне кажется, вот этой штуки. Вот у меня есть вот такой павловский советский ножик. Тоже когда-нибудь про него расскажу. Он у нас двухпредметник. Тут есть основное лезвие, но оно сейчас нас не волнует. Есть. Безумно сложно сейчас. Вот. Вот, смотрите. Вот она, стандартная советская открывалка. Ну, и здесь пытались сделать то же самое. Хотя, возможно, что вот это вообще взято где-нибудь уже с заводского ножа, потому что видно, что сделано прям хорошо, видите. Такой спуск ровный. То есть, вот это, возможно, фабричная штука, ну, а это уже самодельная. Или тоже может быть вариант, что вот это когда-то было большое лезвие, да, а потом его укоротили и уже подгоняли под размер ножа. Но, как бы, история об этом умалчивает. Здесь видно, что двухрядник он. Вот. Ну и, соответственно, он закрывается. Хоп. Фиксируется. И этот раз тоже фиксируется. Вот так. По идее, да, вот такой прям раз-раз в бок. Сейчас. Тут, знаете, как еще это все дело работает? Я сейчас пытался его починить. Смотрите. Когда вот этот болтик мы откручиваем, Вон, хоп, он выстреливает. Вот. Тут еще, видите, важна настройка. То есть, вот этим болтиком можно подстраивать чувствительность. Вот так он прям жестко держится. Можно попробовать с этой, кстати, стороны открыть. Там нет пружинки. Возможно, получится понять просто, ну, показать принцип работы я хочу. Может, и не жалко. С этой стороны, кстати, я пока откручиваю. Вот. Вот так это выглядит. Вот, смотрите. Здесь, получается, в плашке выбрано. Здесь и здесь. Вот есть вот тут такая. Есть вот такая вот фиксирующая шпилька. Она как раз-таки и держит лезвие. Лезвие держится вот через вот эту штуку. Вот здесь держится. Как только мы ее в сторону отводим, мы ее отводим в сторонку, то, по идее, лезвие у нас выстреливает. Сейчас мы попробуем открыть. То есть, мы отводим плашку в сторонку. Она вот здесь освобождает лезвие. И лезвие, чик, выскакивает. И, соответственно, в раскрытом состоянии, вот видите, тоже вот в этом отверстии, в раскрытом состоянии она его тоже фиксирует. Чтобы потом закрыть, надо отвести плашку и закрыть обратно. Ну, а вот сама пружинка. Эта пружинка возвратная для плашки. То есть, в данном ноже две пружинки. Одна здесь, которая возвращает плашку на место. И вторая вот здесь, которая как раз-таки отвечает за то, чтобы лезвие выстреливали. Вот такой нехитрый механизм. Давайте обратно закрутим. Я собрал обратно все. Решил эту сторону не откручивать, потому что боюсь, потом не соберу. В общем, вещи интересные. Но как для коллекции, как для коллекции, вещь забавная. Вытащим обратно. Вот опять же, для того, чтобы он выстреливал, нужно подстроиться. Чуть-чуть откручиваем. Что купил? И теперь уже встанем в эту машину. Комбо! Сразу два выстрела. Неплохо, неплохо. То есть, скорее всего, починить его можно, но не с моими, как говорится, кривыми руками. А так, вы сами все видели, он выстреливает. Это он рабочий, функциональный. Я думаю, что все-таки, да, его делали в местах не столь отдаленных. Ну или, или. И когда его делали люди, здесь уже будучи на свободе, ориентировались все-таки на вот конструкцию тех самых зоновских ножей. Ну, опять же, исполнение. Я не знаю, как он выглядел в оригинале, когда был прям новенький. Наверное, вот эти деревяшки выглядели прям красивые. Во всяком случае, вот спинка у него выглядит шикарно. Мне нравится. Вот это лезвие, конечно, недоделано. В общем, друзья, вот такой нож я сегодня вам показал. Вещь уникальная, интересная. Пишите в комментариях, как вы думаете, зоны, не зоны, из чего сделано, как починить механизм. Было у вас что-то подобное в детстве, вот подобные ножи или не было. Это был канал Миклуха Маклай. Любите историю. Пока.